Итак, переходим к следующей части. Карьеру мы с вами просмотрели. Следующая часть это компетенции. Компетенция адвоката. Это навыки определенные. В свое время мы выделили несколько навыков, которые должны быть у адвоката. Опять же они в смысле должное и обязанное. Но так или иначе, занимаясь адвокатской принятностью, без этого он не может. Выделили так. Первое это поиск. Адвокат. Хорошо бы он быстро найти. Постановление пленума. Решение суда. Нормативно-правовой акт. Доказательства по делу. Есть люди, которые быстро их не находят, а есть, которые на скиской не могут найти. Есть и такие. Вторая компетенция это риторика. Риторика это убеждающая речь. Есть люди, которые скажут, вы скажете, а есть такую пургу, что слушать его не хочется. Риторика занимается речами. Как произнести речь так, чтобы люди с открытыми глазами с вами согласились. Третья это гермонетика. Гермонетика это умение понимать тексты. Юридические тексты очень сложные. Есть люди, которые читают и понимают, а есть читают и не понимают, а есть которые читают и понимают, но на втором уровне. А если кто-то читает и понимает на третьем уровне. Ну и так далее. Есть специальные процедуры, механизмы, как сделать так, чтобы сразу понимать все тексты. Вот раз и понимаете. И последнее, это планировать. Компетенция планирована. Именно сегодня мы вышли с вами из кейса, это не было предусмотрено, вы вышли из кейса на эту компетенцию. Нет, это запланировано. Или ошибся при планировании, рассчитывал, что вот так вот, что он сейчас вот так вот сделает и ему будет благо. Или он отбросил планирование, глаза загорелись. Условно говоря, это женская модель поведения. И он начал что-то делать. Я сейчас призываю вас, на что призываю мы сейчас это будем делать, будем заниматься планированием. Планированием чего? Планированием карьеры. Через месяц проблений. Как у вас случилось? То есть, если у вас потом прихожу и всех узнаю, как авторитетных людей, значит задание выполнено. Если нет... Маленький срок. Нет и нет. Я шучу, конечно. Я лет десять вам даю. А потом пройдем, а потом еще пройдем. Пленинг. Планированием. Планированием. Это технология. Технология подразумевает процедуру. Определенная процедура, которая развита на части. И мы сейчас прям пройдемся по этой процедуре. Я в первую часть, там пройдемся по ней вторая часть и третья часть. Пленингом есть специальная наука, даже занимается на тайм-манжменте. У них есть много интересного, много и мусора. Вот я посмотрел, что у них есть, и выбрал более-менее, что нам для адвокатов, нам, юристам, подходит. И сейчас этого произведем. То есть, пытаемся это вывести. Такой есть режим пленирования. Мы сейчас его разрезаем. Три части. Это постановка задачи. Мы уже переходим к технологии. Разработка плана. Или чек-лист. И реализация плана. Вот три части. Первая – это постановка задачи. Мы теперь переходим к этому плану. Это целеполагание, связанное с целеполаганием. Человек ставит себе задачу. Описывает ее, проговаривает ее, чтобы затем к ней подойти. Понятно, как важна эта часть. Это как вот тут со стаканом, с водой. Если вы ошиблись, то вы узнаете это, но очень поздно. И говорят, вот я жил-жил. И вот это я хочу. Это называется потом фрустрация. Люди переживают. Я этого не хотела. Я прошу вас на листочке написать в контексте авторитета, написать свою цель, свою задачу. Одним или коротким предложением, а лучше словом. На это я даю 30 секунд. Подвините, пожалуйста, руку, кто не смог написать себе задачу, связанную с авторитетом и в широком контексте с карьерами. Хорошо. Подвините, пожалуйста, руку, кто хотел бы выдвинуть свою задачу на обсуждение, чтобы мы здесь на его примере посмотрели на релевантность и значимость. Да, пожалуйста. Самодостаточность. Самодостаточность, да, как цель. Так, это необходимо проверить. Это гипотеза. Ее необходимо проверить. Можно ли это проверить, да? Есть специальные критерии, они выведены для лиджи психологами. Критерия переводится как SMART по первому букву. Пять критерий. По этим пять критериям можно проверить, достойны ли это цели или недостойны. Итак, самодостаточность. Дайте, пожалуйста, руку, кто не понимает, что это за цель. Можно просто по-разному понимать. Вот хотелось бы... Можно сказать, что именно конкретный человек в это понятие... Вы понимаете? Вы только что говорите такую мысль, что каждые люди понимают... Нет, смысл-то можно в это вкладывать. Давайте, как вы говорите сейчас, но и легко. Как вы понимаете эту цель? Самодостаточность. У меня идет ассоциация с некой независимостью. То есть, что самостоятельный независимый. То есть, когда ты можешь работать самостоятельно, нет привязок к каким-то конкретным людям, что-то в таком контексте. Корректно? Корректно, да. То есть, я вас напугал, что люди не понимают друг друга. Да, они понимают, а иногда понимают. Хорошо. Первый критерий – это конкретность. Конкретность. Я бы, ну, это европейские, понятно, европейские идеи, концепты, я бы переложил на русский язык таким словом, как образность. Цель – это всегда какой-то образ. Ну, например, там, завтрак, идеального завтрака. Вот у меня такой образ, там, ветчина пожаренная, бутерброд лежит, такой запотевший стакан апельсинового сока, овсяная каша хорошо приготовлена. Ну, это такой образ. Цель всегда должна порождать образ. Давайте проверим самодостаточный образ. Вы видите самодостаточность? Да, представляю себе. Опишите, что вы видите? Это деятельность, которая более… Нет, вы даете определение. Да. А мне надо образ. Вот опишите, что вы видите, про соки как рассказал. Вот расскажите, что вы видите? Ну, я вижу независимость… Можно увидеть независимость? В нормальной степени… Что это за образ независимости? В независимости уметь самостоятельно… Опять определение. Вы покажите, что увидите, что будет. Картинку нарисуйте. Слова. Я доволен работой. Как это? Вот вы сидите вот так… Ну, в целом… Доволен жизнью, да. Наверное… Ну, как вы видите себя улыбающегося? Ну, себя, свою семью. Вы семья, все улыбаются. Все улыбаются. И это самодостаточность? Ну, да. Не нуждается никто ни в чем. Скажите, а может быть такой человек зависим, но улыбается, например, прикрепился к какому-нибудь маленькому «Газпрому»? Вот. Я думаю, тоже будет улыбаться, все хорошо. Ну, значит, а можно как-то, чтобы самодостаточность там свозила? Ну, я думаю, да. Ну, добавьте красок, чтобы было видно, что это самодостаточность. Они улыбаются самодостаточностью. Хорошая зарплата. Все здорово. Никто не болеет. Хватает на лекарства. Это все самодостаточность? Все нормально, да. Это все самодостаточность? Почему бы и нет, да. А где там самодостаточность? Ну, то есть, мне не надо в случае необходимости занимать у кого-то денег, там, свою больную маму, допустим, как-то помочь чем-то. Я самодостаточный человек. То есть, что-то есть уже? Какое-то накопление? У меня есть какая-то база, да. Ну, какое? Накопление чего? Ну, материальные накопления, бытовые накопления. Есть деньги? Есть деньги, да. Есть вещи? Есть вещи. Какие? Ну, пускай, машина, недвижимость. Машина, недвижимость, еще что есть? Да. Ну, а там уже как? Нет, ну, сейчас надо уже представить, как будет двигаться неизвестно к чему. То есть, на счетах есть денежки? На счетах есть деньги, да. Есть недвижимость и автомобили? Ну, да. Есть сомнения? Нет. Это хорошо. Я считаю, это норма. Еще что для самодостаточности? Ну, хороший достаток, который приносит тебе любимая работа. То есть, какая-то работа, которая все время будет капать каждый день? Да. Хорошо. Я прошу вас посмотреть на свои цели и подумать. А вы так сможете описать? Вы это видите? Конечно. Дадите, пожалуйста, руку, кто не видит то, что он написал. Дадите руку, кто видит. Хорошо. Я прошу тогда вас описать картинку, которую вы видите, но ценность не гладите. Практически идентичная шаблона. А? Ну, да, шаблона. Ну, опишите. Недвижимость, автомобиль. Хорошо. Какой концепт? Какая цель? Стабильность. Хорошо. Вторая цель – это измеримость. Вторая, второй критерий. Прошу прощения. Измеримость. Например, такая цель, как быть счастливым, счастливым, это не соизмеримо. Потому что нет мерила. У вас есть в вашей самодостаточности мерила? Чем мерить? Сложный вопрос. Чем мерить? Сложный вопрос. Свои потребности. Ну, давайте… Да, потребности у всех разные, поэтому… Зачем нам всех нужно ваш? Вы чем будете мерить? Не готов ответить на вопрос. У вас есть самодостаточность как ценность. Вы самодостаточность чем будете мерить? Какие единицы измерения самодостаточности? Наверное, денежные единицы. То есть, денежных единиц? Да. То есть, самодостаточность – это наличие денежных единиц? Хорошо. Я прошу посмотреть на свои цели. Можно ли их измерить? В градусах, в деньгах, в вещах, в детях, в кошках? Понимаете, у кого возникла проблема с измеренностью? Потому что, если это не пройти, если один из элементов проседет, то, скорее всего, это цель ошибки. Хорошо. Следующее. Третий критерий – это достижимость. Достижимость – два элемента я выделяю. Первое. Кто-то этого уже достиг. То есть, есть у вас пример, у кого это уже есть. Кто эту цель достиг? Например, там, цель – летать долго, продолжительно. Значит, я хочу научиться летать. А есть ли человек, который этого уже достиг? Ну, есть. Ну, очень хорошо. И второе. Есть ли у вас ресурсы для этого достижимости? А у вас есть вот эти ресурсы? Например, вы хотите стать летчиком, а у вас зрение, у меня минус 10. Я, конечно, могу себе представить, что я лечу, но это не достижение. Скажите, есть люди в вашей практике, которые достигли вот этой самостоятельности? Извините, как называется? Да, самодостаточный тетей. Да, есть. Кто это? Ну, адвокаты наши. Можете одну фамилию назвать? Не знаю, корректно ли это будет. Ой, он самодостаточный, все, уголовная ответственность. Ну, это же, это хорошая черта или плохая самодостаточность? Хорошая. Ну, это хорошо, вы ему комплимент сделаете. Какой адвокат самодостаточный? Ну, есть у нас адвокат, ну, Кирпин пускай будет. Это самодостаточная ответственность? Ну, я полагаю, да. Ну, значит, он достиг. Для нашего города, наверное, да. Ну, да или нет, там, для нашего, для России, для мира, это уже не важно. У вас есть ресурсы быть таким, как он? Не вижу препятствий так. Да или нет? Да. Интеллектуальные, там, физические? Ну, думаю, да. Есть сомнения? Ну, есть сомнения возрастные. Я прошу посмотреть также на свою цель с позиции. А это вообще достижимо? Кто-то... Есть у вас такой образ человека, который этого достиг? Кстати, идеально очень хорошо иметь модель. Но считается, что у ребенка это, да, отец и мать, да, вот это их модель полетения. Есть ли такое? Или вы что-то сами придумывали и пытаетесь этого достичь? Хорошо. Следующее, четвертое, да, у нас? Релевантность. 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 Смарт. Да. Релевантность. Ой. Ну, на моей практике это одна из самых таких тонких мест. Ревелантность – это ценность. За той целью, которую вы себе поставили, стоит какая-то ценность. Вы ее не вермализируете, здесь не проговариваете. Она стоит. И за то, что она стоит за вот этой вашей задачей, она вас тянет. То есть, как магнит. Вы такие, что-то тянет. Что вас тянет в самостоятельности? Самодостаточность. Вас сама самодостаточность тянет или что-то еще? Да. То есть, вы уже как ценность? Независимость, ну да, самодостаточность. Мне кажется, такое понятие емкое, которое включает в себя то ради чего. В чем ценность самодостаточности для вас? Вы знаете, ребенок зависит от своих родителей? Ребенок зависит, конечно. Значит, он не самодоточен? Нет. Значит, у него нет такой ценности? Почему может быть? Ценность ребенка, чтобы родители были самодостаточны. Хорошо. Скажите, адвокат зависит от своего адвокатского образования? Да. А, нет, вы имеете в виду форму образования? Ну да. Нет, я думаю, что нет. То есть, никак не зависит? Я думаю, нет. А адвокат зависит от корпорации? Да. Правильно я понимаю? Всегда или только в отдельных случаях? В отдельных случаях. То есть, может быть, адвокат не зависит от своей корпорации? Может быть, адвокат не зависит от своей корпорации? А, что может быть адвокат? Ну, адвокат своей деятельности как независимый. В принципе, он независимый. Давайте конкретно. Вот вы можете быть независимым от адвокатской палаты в Волгоградской области? Нет. Стоп, стоп, стоп. Получается, что ваша цель недостижима? Или вы хотите быть вне адвокатской палаты и делать то, что вы хотите? Нет. У меня определенные рамки же есть, за которые я не могу выйти. Какая для вас ценность быть самодостаточным? Вас прижимают, что ли? Вы сейчас завистье постоянно от кого-то. Почему хотите освободиться? В чем ценность этой самодостаточности? Ну, если касается лично меня, то я слишком долго проработал в правоохранительных органах. И, скажем так, вижу разницу. То, что там было, то есть, давлеет все надо мной, руководство и так далее. Какие-то сроки там определенные стоят. То здесь я более свободен в этом плане. То есть, драматический опыт у вас был? Травматический? Травматический опыт. Травматический? Ну, почему травматический? Ну, травму, психическую травму получили. Теперь хотите вырезать. Теперь хотите вырезать. Я думаю, что это не травма, ничего просто. Другой образ жизни и все. От которого не хочется его вспоминать и есть другая жизнь просто. Вот и все. Я правильно понимаю, что ваша ценность свободна? Да. Да. Определенного рода. Ну, понятно. Да. Что за самодостаточностью стоит свобода. То есть, свобода быть… Вот решил так. Вот решил в этом году не работать. Ну, можно и так, если хорошо заработать. Ну, вопрос. Я решил и все. Да. Вот, конечно. Мне начальник скажет, вот еще поработай и потом пойду. А я решил и так. Я самодостаточный. Есть ценность свободы? Ну, конечно. Свобода, да. Хорошо. Ну, я не предлагаю вам посмотреть ту ценность, которая стоит за вашей целью, потому что это очень сложная задача. И в одно касание это не решается. Дело в том, что люди прячут свою ценность. Она же ценная. Они до того степени ее прячут даже от себя прячут. Я свою сорок четыре года искал. То есть, она у меня была, я только на сорок четвертом году понял, какая у меня ценность. Конечно, не скажу. Ну, вот. Потому что я ее так прятал, что от себя запрятал. Он в этом выйдет. И последнее мы переходим. Это время. Тайминг. Смарт. Здесь два таких аспекта в прямом смысле время. То есть, необходимо обозначиться, когда цель будет достигнута. Например, не самостоятельно. Ну, вот вам через год скажут. Вы самостоятельно будете? Нет, еще нет. Через три года. Ну, как уже? Нет, нет, нет. На кладбище вас спрашивают. Ну, как? Помолчите. Непонятно. Вы стали наконец-то самостоятельными. Сами опускаетесь или вас опускают. В смысле, не психологически, а физически. Да? Вот. То есть, тайминг – это надо поставить время какое-то. У вас есть время? Конечно. То есть, когда вы планируете быть самодостаточным? Лет через пять, я так полагаю. То есть, сомнения. Пять лет? Да. Пять лет. То есть, вы ставите себе границу. Через пять лет надо посмотреть, самостоятельно я или нет. Ну, да. То есть, сейчас вы не самостоятельно? Нет. И хотите достичь этого состояния? Да. Хорошо. И тут еще есть такой элемент. А как вы поймете, что вы самодостаточные? Я не нуждаюсь. Ну, что тут значит? Ну, что тут произойдет? Ну, например, да? У меня есть цель поужинать. И вот, как я начал жрать, я все достиг. Вот, я ложку запустил. Раз, я все достиг. Вот, там, щелкнуло. Вот, как вы можете щелкнуть? Что вы скажете? Ясно. Ну, допустим, жена говорит, слушай, мне лень готовить ужин, неплохо бы поужинать в ресторане. Почему нет? Если я себе могу позволить, допустим, это в любой день, какой бы это ни случилось, если я могу себе это позволить, я считаю, что, да, наверное, самодостаточно. Если я это себе не могу позволить, соответственно, ты ничего не достиг, дружище. Хорошо. Ну, хороший маркер, маркер такой, супруги не говорите. Он будет проверять очень часто. Да или нет. То есть, если вы поймаете себе на мысли, что супруга сказал какие-то тракты, да, не спланированные тракты. Да. И он говорит, а ну давай-ка вот так вот шутку выйдет. И выйдет, блин. Так я сам этот паточек. Так? Ну, как вариант. Да. Хорошо. Все по поводу целеполагания. Вот так проверяется цель, которую человек себе перед собой ставит. Ну, это, конечно, в таком ужатом режиме. Ну, я думаю, для технических людей. Пожалуйста, есть вопросы. Нет? Хорошо. Я предлагаю перейти ко второму этапу. Этап – разработка плавы. или четвертого. Итак, перед нами есть желаемый образ в будущем. Желаемый образ независимости, который проверяется определенным образом. У нас есть настоящее. Между нами и той точкой пять лет. И мы разбиваем эти пять лет на определенные этапы. Вот достигли вот этого. Теперь достигли этого. Теперь достигли этого. И теперь достигли этого. Это технологичность называется. Технологичность, когда анализируете. Когда разбивается на части. То есть, я прошу вас сейчас написать план. Чек-лист. Почему называется чек-лист? Потому что это из летчиков. Ну, из их дискурса. Чек-лист – они такие, ну, большие листы, что должен сделать. Там поднять, там, закрылки и так далее. Они ставят галочки. Просто, чтобы не пропустить что-то. И вот буквально идут по чек-листу. Чем он больше, тем лучше, считается. Ну, тем более, ну, больше шансов, что это произойдет. Не знаю, было ли у многих в чек-листах. Взять биту и так далее, чтобы он достигли этой цели. Я прошу вас написать план достижения вашей цели. Я прошу поднять руку того, кто не понимает эту задачу. Пять минут. Итак, я прошу того, кто хотел бы огласить свой чек-лист, поднять руку. Для того, чтобы мы его в одно касание посмотрели, рассмотрели, увидели, что там хорошее, что там плохое, какие-то недостатки этого чек-листа. Потому что у чек-листа есть определенные правила. Можем их проверить сейчас. Когда мы их писали, мы его не знали. Мы их не знали, да. Что случилось? Если вы писали, начали писать каким-то правилем. Какие-то ваши-то были правила. Есть такие, да, рафинированные научные проработки. Мы не знали, мы просто писали свои цели. Дичка. Сейчас будем пытаться, будем пытаться. Ну, пожалуйста, кто? Давайте. Ну, давайте. Значит, смотрите. Сейчас я проинструктирую. Я прошу выслушать этот план на реалистичность. Вообще это реалистично, нереалистично. То есть указать автору этого плана на те проблемы, которые у него могут возникнуть при реализации этого плана. То есть указать, что нужно. Я прошу сначала с целью определиться, какая ваша цель. Моя цель стать гранатным, опытным, успешным, авторитетным адвокатом. Чтобы у меня была своя адвокатская коллега. Потом бы я занималась научных деятелей. Что курсов? Это мои планы. Курсов много. Мои планы. Ну, вот я. Это мои. А, это планы. Ну, это моя цель. А, цель. А теперь план. Да. Ну, а теперь план. Если он как бы от точки, которая сейчас, ну и, к примеру, пусть там через пять лет. Например, что вот за эти пять лет можно было бы сделать, чтобы постепенно поэтапнуть, как бы этот план уже его реализовывать в жизни. Ну, например, сегодня, на сегодняшний день. Вот если сейчас, да, сегодня 15 сентября 2017 года. Я стажер. У нас классная коллегия. В 20-х числах октября этого месяца я буду сдавать экзамен. Вот экзамен, например, на полчаса. И вот у меня, естественно, цель его сдавать. Там, конечно, может быть, и нет. Этого не произойдет. Ну, цель-то мы сдали. Я прошу просто сжатый план, это сжатый. Просто проговорить. Да, сдать. Потом, в течение пяти лет я работаю так, под руководством своего адвоката, наставника, у которого я сейчас там в адвокатском образовании. Вот. Получаю, нарабатываю опыт, вот, нарабатываю клиентов, зарабатываю деньги. Вот. Через пять лет я уже смогу, там, допустим, создать свое какое-то адвокатское образование, брать туда стажеров, чтобы обучать, учить. И, впоследствии, уже заниматься научной деятельностью. Я в планах, как бы, защититься, там, степень ученых получит. Ну, и там уже дальше уже такие планы. Там, можно преподавательской деятельностью заниматься адвокатом. Вот в этом русле. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, кто видит какие-то недостатки данного плана? И может на них упасть? Потому что, возможно, что там одни недостатки. И сейчас человек начнет их релизу купить, и окажется, что... Пожалуйста, у кого есть ваша. Пожалуйста, если у кого нет, то по очереди, с каждого. Я считаю, как бы, нет недостатков. То есть, человек... Скажите, вы выполнили мое задание? Да. Какое задание было? С medical foundation разработать? Нет. Нет. К Вам. Вы сейчас на какое задание... А, ноль. По поводу недостатка. Лsay, вы сейчас выполнили мое задание? Ну, я не выявила там недостатки. Скажите, Вы выполнили мыое задание? Я сказал «выявить». Вы выявили? Не выполнила я ваше задание. Ну, как же... мне такая безответственно... Почему не выявил? Я дал задание «вэявить». Вы думаете, у него идеальный план, вот этот? Ну, если spirits работать, он будет идеально. Сейчас вы видите этот план? А вообще нет плана? Нет, план то есть, но он недоработан. Чтобы наработать клиентскую базу, надо совершенствовать свою практику. Сформулируйте сразу, концептуально, в чем недостаток этого плана. Не на 5 лет идет, он где-то на лет 15, мне кажется. Слишком сжатко? Слишком сжатко. То есть, за это время, за 5 лет это невозможно сделать? Ну, за 5 лет, я думаю, как бы... У вас аргументы есть, что это нельзя за 5 лет? Ну, нет, уличное мнение. Можешь сосредоточиться, разработать четкий план и за 5 лет получить это все? Ну, вот то, что сейчас оппонент проговорил, считай, что нет, за 5 лет это не получится. Значит, я перевожу. Она говорит, какой-то неопределенный, какие-то шаблоны. Надо наработать, надо наукой заняться. Ну, кроме того, что вот вам надо пойти и сдать экзамены, где там более-менее определенность. Все остальное кашка какая-то. То есть, что-то там, ну понятно, заработать. А как заработать? Что делать? Кому пойти? Почему этот адвокат, которого выбрали в качестве руководителя, именно то, что вам нужно? Почему вам не будет заниматься? Ну и так далее. То есть, конкретность. Нет конкретной силы. Это не обвинение. Это просто, ну, как гипотеза, возможно, это и не так. Я правильно? Вы правильно. Вы понимаете? Да, пожалуйста. Что-нибудь так? У меня тоже самое. Критика к срокам, к их сжатости. А у вас есть аргумент, что за пять лет этого нельзя сделать? Аргумент из личных наблюдений. Я лично не знаю ни одного человека, который смог бы построить такую прекрасную карьеру в такой короткий срок. То есть, вы знаете, кто построил? Построил, но не в такой короткий срок. То есть, Илья Нойков, например, это не пример? Правильно. Который за пять лет поднялся. Я не изучал его биографию. То есть, в срок. Вы считаете, что если шли шли пять, что это такое пять лет? Понятно. Надо большое. Ну, что-то как-то сложно, честно, сказать. Ну, не конкретность, наверное, того, о чем говорили. Что размытые такие этапы. Нету четкой границы от этапа к этапу. Я когда проговаривала даже так. Какие шестые обвинения. Мы же учимся. Ну, не конкретность. Ну, помните, вот эта цель, конкретность, вот этот четкий образ. Например, четкий образ клиентской базы. Чтобы у меня к концу восемнадцатого года на обслуживание было три юрика. и один из них монополистов. Вот это понятно. И тогда можно к этому идти. Обходить их, обзванивать их, цеплять где-то, ну и так далее. Позвонить им, по одногруппникам пройтись, ну и так далее. Вот это будет конкретно, да, Евгения? Да. Аргументов, что это невозможно сделать пять лет, у меня нету. Причем бы и нет. Мне кажется, все возможно, все зависит от человека. А что не так? Ну, конкретики, да, наверное, больше конкретики надо. Может что-нибудь свое? А что тут свое? Ну, могу только в свое что-то заглянуть там. Ну, может быть, какая-то определенная адвокатский менеджер должен был быть проведен перед этим. То есть, определенно какая-то реклама должна быть, чтобы тебя узнали, чтобы к тебе пришли. Ты должен как-то о себе заявить для начала, чтобы потом все это началось. Чтобы кто-то к тебе вообще пришел хотя бы, обратился. Хорошо, спасибо. Значит, я перевожу. Значит, идет речь о следующем. Там у вас промелькнуло клиенты, да, вот их. А это все из дискурса менеджмента. Да, там клиентская база, наработка клиентской базы. И он говорит так. Но есть специальная сфера, которая занимается тем, что вы хотите достигнуть. И он говорит, ну почему вы не подтягиваете эту сферу и не используете ее? Например, там градация клиентов. От этого очень многое зависит, как вы будете принимать. Что такое реклама? Вообще реклама соотносится ли она с адвокатской деятельностью или нет? Он говорит, тут можно подтянуть науки, которые этим занимаются. И тогда ваша цель будет более, ну, план более конкретен. Я считаю, что после каждого этапа необходимо задать себе какой-то проверочный. Выполнен этот этап, план или нет. Допустим, первое было получить статус адвоката. Здесь можно проверить. То есть я сдал экзамен, я получил вот у меня есть. Это не стабильный, наверное. А вот остальные этапы, надо их уточнить, я считаю. Это было более определенное, чтобы было, чтобы можно было проверить. Да, действительно, вот я… Расширение клиентской базы, вы говорили, да? Нет, я просто, я как бы поставила себе, что я на протяжении 5 лет, до 2022 года, потому что это законом определено, если честно… Просто не перечислите, еще раз. Вот, я себе поставила в план, но я просто как бы не стала… Просто перечислить. Да, у меня все перечислено, что за эти 5 лет, именно за эти 5 лет я работаю над собой, как над адвокатом, над своим опытом, на привлечение клиентов, создание клиентской базы. Естественно, из этого все зарабатывание денег. Ну, каких я уж тут не расписываю. Вот. И потом уже, когда мне закон позволит через 5 лет уже брать себе там тоже стажеров, помощников, я могу, смогу работать самостоятельно. Спасибо, это понятно. То есть, я как бы… То есть, когда я понимаю, что вы говорите о… Да, например, там уже опыт. Какой маркер того, что есть опыт? У вас есть уже какой-то сейчас опыт? Ну, у меня есть опыт. Как вы определите, что вот тот опыт, который будет через 5 лет, именно тот опыт, к которому вы стремились? Нет маркера. Как определить? Через клиентскую базу тогда надо, чтобы у меня будет столько-то количества клиентов. По количеству дел, по количеству выигранных дел. Вот это надо и поговорить. По количеству, как меня передают из уст в уста, потому что самая хорошая реклама. Реклама. Сарафанное радио. Я это сейчас проверяю. Вы вот так вот делали, как будто вы сделали только что открытие, что такое сарафанное радио. Ну, нет, ну… А что такое? Как его проверить? Как, как? У вас пишут на стене камеры вашу фамилию? Нет. Ну, есть тоже как-то сарафанное радио. Ну, пока я еще не уголовный, не адвокат, а уголовный. А как вы проверите, что сарафанное радио работает? Люди мне звонят и говорят, у меня вот такая-такая-то ваша клиентка была абсолютно… Это и план. То есть, чтобы мне в неделю десять человек позвонило и сказало, вот такая-такая-то мне ваша реклама дала. Так? Так. Вот это уже более конкретно. Но если вы это не пропишете, этого не будет. Это будет дичка. А если вы можете подписать, допустим, свои там гонорары, что у меня вот в месяц вот такая-то сумма должна быть. Гонорар там более такой. Да. Есть у вас? Не, у меня все устраивает. Как будто у меня переписали. Пожалуйста, есть у вас? Ну, молодец человек, поставил себе интересные цели на пять лет. Но я так понимаю, что есть общий план на пять лет, и просто на начале каждого года нужно прописывать конкретный год. Что в рамках данной вот ситуации просто это было невозможно. Но мы выявили вот этот недостаток, ну, не то, что вы не выявили недостаток, а проговорили. Вы нам научили, подсказали. Для того, чтобы к цели прийти, нужно план-максимум и конкретно распределиться. Там для этих будет время, да. Спасибо. Ну, конечно же, есть стратегический планер, есть тактический планер. Чтобы берегись стратегии, надо начать с тактики. Через пять лет это очень большой горизонт планирования. По статистике россияне максимальный горизонт планирования в год. То есть мы через год знаем, где он будет. Ну, примерно, и то это максимум. А пять лет, конечно, это сказочно. Пока. На пять лет. На пять лет. Ну. Это же возможно. Правда, возможно. Возможно. Лучше начинать с мать. Это понятно. Мы же себе поступали в высшее учебное заведение. Мы знаем. Да. Через пять лет я его закончу. Мы уже думаем, так, а в какой отрасли я конкретно буду юристом, там, например. Куда мы? Там, куда мы? Это планы. Я считаю, это не питание. Это самый активный. Конечно, там, до двадцать лет мы планировали. Знаете, я каждый, практически каждый день встречаюсь с людьми, со студентами, которые запланировали себе на пять лет. И когда я с ними общаюсь, я понимаю, что они не запланировали себя на пять лет. Их взяли вот так вот. И такое ощущение, я по поводу тезиса того, что люди планируют на пять лет. В России нет такой практики планирования на пять лет. Есть шаблоны. Шаблоны есть, но это не само планирование. Это чужие планы. Голгот максимум. Это, опять же, моя гипотеза. Я завершаю вот эту часть планирования. Я надеюсь, что я продемонстрировал, как это работает, что это такое. Чуть позже я предоставлю вам возможность задать минуту. Ну все. Мы уже влюбиваемся сами из планирования.